Всем привет! В эфире компания Керхер, лидер в сфере оборудования для профессиональной и особенно промышленной очистки. Ни для кого не секрет, что мы всегда готовы откликнуться на любые вопросы и потребности, а также продемонстрировать наши решения, демонстрируя их возможности непосредственно у наших заказчиков. Так вот, если вы хорошо следите за выпусками на нашем канале, ранее мы снимали демонстрацию на судостроительном заводе в Выборге, где успешно провели тесты нашей роботизированной оснастки для очистки корпусов судна под названием Magnet Lizard. Это была первая весьма захватывающая демонстрация, которая дала не только нам хороший опыт, но и наглядно показала клиентам наши возможности. Все были просто в восторге. При этом данная оснастка не пылилась и не лежала на складе без дела. Мы ее регулярно показывали клиентам на нашей индустриальной демо-площадке Керхер. В результате чего мы получили очередной весьма интересный запрос. И знаете где на этот раз? А именно на судоремонтном предприятии. И конечно же, мы не могли не снять для вас очередную порцию захватывающих видеоматериалов. Поэтому располагайтесь поудобнее у экрана и свет, камера, мотор. Начали! Всем привет! У нас очередной выезд на объект к клиенту. Я сегодня днем выехал из Москвы с нашим прицепом Экомастером К3. Сейчас практически на подъезде к Санкт-Петербургу. Тут забираю свою коллегу и мы вместе едем далеко на север, близко к морю. Собственно, для выполнения следующей задачи. Это очистка корпуса судна от краски, ржавчины, от грунта. В общем, все, что нам там дадут. А выполнять мы это будем с помощью нашей роботизированной оснастки, которая называется Magnet Wizard 2500. Поэтому будет очень интересно все это посмотреть, отпрактиковать, а также оценить результаты. Поэтому поехали! Питер, на удивление, встречает чистым небом, ярким солнцем и теплым закатом. Минутка рекламы. Вот если будете в Питере и нужно будет обратиться в Керхер, всегда, пожалуйста, ждем вас по данному адресу. Обращайтесь. Будет это бытовая, профессиональная или промышленная техника. А мы с моим коллегой Сергеем Масловым сейчас стартуем дальше в сторону севера. Едем в Мурманск. Пока едем, представлю Сергея. Сергей Маслов, технический специалист нашего подразделения в Питере. Занимается подбором, консультацией, профессиональных и промышленных решений. Поэтому без Сергея я бы никак не справился. Именно поэтому мы едем совместно. Не просто потому, что будем работать на оборудовании еще и как два водителя. Потому что я доехал до Москвы. Сейчас пересел на пассажирское сидение отдохнуть. А Сергей продолжает движение дальше. Вот в таком ритме мы и доедем. Ну вот мы добрались до предприятия в Мурманске. Собственно, наша команда в полном составе. Виктор Трошин, Сергей Маслов и Семен Карась. Сейчас ждем на КПП, когда нам выдадут пропуска на въезд и на нас. Заезжаем на территорию и попробуем там поснимать весь процесс работы. МК-3, борт судна. Сейчас будем раскладывать остатки, готовиться к проведению тестов. Сергей, ты где? Я где? Вот. Поэтому, как все будет готово к работе, мы вам обязательно покажем, как это выглядит. Основная работа – это удаление старой краски с корпуса судна. Подготовив все оборудование, в полной готовности к работам мы выехали своим ходом прямиком на завод. По прибытию все как положено в судоремонте. Нас встретил плавучий док, внутри которого уже размещен для выполнения плановых работ. А вот сейчас, внимание, атомный ледокол. Одна из задач очистки подводной части корпуса – откраски и ржавчины с целью обновления защитного покрытия. А это как раз наш профиль. Стандартная проблема, с которой придется столкнуться – это сварные швы. Они достаточно мощные, большие. Поэтому остальная задача – это как робот будет их переезжать, будем пробовать. Возможно, отрыв робота от стенки, но мы будем к этому готовы. После того, как участок корпуса для проведения теста был определен, была начата подготовка решения. Агрегат разместился в удобном месте. Развернуты шланги высокого давления, пневматические шланги и кабель управления. Собран рабочий инструмент и вкручены форсунки. Установлен в удобном месте пульт управления для оператора. Первым делом произведен пробный тест. Произвели движение робота по поверхности корпуса без подачи воды под давлением на форсунке, чтобы убедиться, что все хорошо, робот исправно ездит и не отрывается от поверхности. К слову о том, что из себя представляет робот и как он ездит, не отрываясь от поверхности. В основу конструкции робота заложены следующие разработки. Робот – это металлическая жесткая рама, в которую установлены три ключевых элемента. Привод – это две пневоприводные гусеницы, которые дают возможность роботу, как любой гусеничной технике, двигаться и поворачиваться во всех направлениях. Затем рабочий инструмент – это вращающийся ротор, в котором установлены четыре держателя форсунок, на каждом по пять форсунок. В итоге получается вращающаяся насадка с рабочей областью аж 370 мм. Из 20 форсунок вылетают струи воды общим суммарным потоком 26 литров в минуту, которые вырываются из системы под давлением в 2500 бар. И третий элемент – это восемь постоянных магнитов по четыре на каждую гусеницу, установленные с возможностью регулировки расстояния от 3 до 10 мм от очищаемой металлической поверхности, чтобы робот мог ездить по вертикали. Пока коллеги продолжают небольшие манипуляции и настройки, покажу, как на данный момент пескострует поверхность. Вот участок, который готовится к покраске именно пескоструем. То есть полностью краска не удаляется. Все, что можно, проходится по поверхности абразивом, купершлаком. И места наиболее готовые, с минимальным уровнем слоев краски, они очищаются по возможности. Но краска никогда полностью не удаляется. Просто верхний слой по максимуму, сколько могут, убирают, и потом заново это все выкрашивают. Именно поэтому на суде очень много слоев краски нужно удалять. Вот сейчас вот так поверхность готовится. Для приведения робота в движение используются два пневмомотора с суммарным расходом примерно 0,4 метра кубических в минуту. Куда же еще расходуется 0,6 куба в минуту? Так вот, так как робот весом 56 килограмм может ездить как по вертикальной поверхности, так и, откровенно говоря, по потолку, необходимо сделать, чтобы он не упал при возникновении внештатной ситуации. А такие у нас возникали в процессе настройки и тестов. Так вот, специально для противодействия возникновению таких ситуаций предусмотрена специальная пневмоприводная страховочная система, состоящая из двух независимых барабанов с тройными пневмомоторами и металлическими тросами, которые крепятся к раме робота и в момент движения автоматически подтягиваются, так сказать, находятся всегда в немного натянутом состоянии, чтобы быть готовыми к отрыву робота от поверхности и не дать ему упасть. Для этого в страховочной пневмоприводной системе поддерживается постоянное давление воздуха в пределе от 1 до 1,5 килограмм или атмосфер. Именно для ее работы также необходимо не менее 0,4 метра кубических в минуту. И оставшиеся 0,1 куба используются для выжимного пневмоцилиндра, который находится рядом с кожухом рабочего ротора на роботе и служит для прижима рабочего инструмента к очищаемой поверхности с целью создания герметичности области чистки. Очищаемая поверхность – это корпус судна, выкрашенный множество раз. Количество слоев достигает порядка 10 и в некоторых местах даже 20, толщиной от 5 до 50 миллиметров, а именно в носовой части. Все дело в том, что при очередном перекрашивании краска не снимается полностью по всей поверхности корпуса, а зачищаются верхние слои и полностью подлежат очистке только выборочные участки, где краска сильно износилась и полностью отсутствует из-за того, что судно к факту находится постоянно в агрессивной среде, а именно в морской воде. По итогу тест нам показал, что робот способен эффективно справляться со всеми поставленными задачами, а именно удалять любые количество слоев краски, полностью защищать поверхность до металла, а также удалять ржавчину и какие-либо наросты. Теоретическая скорость проведения ржавчина при данном тесте поставила 10 сантиметров квадратных в минуту, что равно 1 квадратному метру за 10 минут. На основе совместно составленного протокола испытаний с заказчиком ведется дальнейшая работа по разработке данного решения. На этом у меня все. Не забывайте оставлять ваши комментарии, также ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Увидимся в следующих видео. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok